Очень дорогой маникюр, и я такая, господи, неужели я сейчас 20 тысяч, 30 тысяч зарядить? Я такая, уже просто в ужасе, думаю, охренеть. У меня был мастер, который вообще там залюбил ее косяки крылом, а там меня. Тут сториз из салона Дилары, где они буквально снимали меня в салоне. Палец расслабьте. Расслабьте палец. Руку не дергайте, ничего не трогайте. Руна, конечно, вообще неинтересная. Чувствую, реально, сегодня буду целый день просто рассматривать. Капец-то, наверное, надо почку продать, чтобы типа туда сходить. Тысяч 20, потому что, ну, очень дорого в салоне. В общем, мы пошли в салон Дилары. Всем хай, здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, спокойной ночи. Приветики. Лена сходила в салон Диларе. Буквально, чтобы вы понимали, салон открывается вчера, сегодня я уже в этом салоне. Я уже еду, опаздываю минут на 10. Если честно, это было не запланировано, но я немножко даже рада, потому что мне интересно, как ведет себя администратор и мастер ситуации, когда клиент опоздал. Ну, вообще, это очень не клево в салонах, потому что все друг по другу записаны. Так что посмотрим с вами на реакцию. А еще у меня есть очень сильное ощущение, что сегодня мне либо запретят снимать, либо как-то запарят, что я не снимаю. И такие, а для чего вы снимаете, а? Ну, потому что, мне кажется, все работают молодые и шащие. Мы, конечно, собрали просто все пробки сегодня. Когда опаздываешь, всегда так. Так, ну что, рубрика «Лиана любит квесты» началась. Я приехала, но здесь, как бы, нет салона красоты. Здесь мебельный и так далее. И он не может быть со двора, потому что буквально там огромные прозрачные стеклянные окна. И у меня вопросы. Сейчас буду звонить в салон, потому что у меня ноль идей. Потому что, ну вот, смотрите, и с той стороны дома тоже, как бы, салон красоты «Алекс», а не салон красоты «Дилары». Я позвонила в салон, а абонент занят. Класс. Как холодно на улице, вы бы знали. Ну, не может быть. Салон. Вот тут, видите, тоже ничего буквально. Типа, куда идти-то? Вон там салон красоты «Алекс» написано. Я, наверное, буду идиоткой, если я сду. И такой, ой, извините, а в салоне красоты «Алекс» случайно не салон красоты «Дилары»? Вот о чем я вам говорю. Салон красоты «Алекс». И как бы, ну, на этом все. Короче, оказалось, что навигатор привозит внизу в точку, и тебе нужно идти в самое начало дома. Но если вдруг пойдете, теперь знаете. Все. Снимаю издалека, чтобы не запалиться. Здравствуйте. Извините за опоздание. Я сейчас еще проехала на такси. На входе стоит охранник. Прекрасный, накачанный мужчина в розовой, в розовой футболке. Это так круто было. Это смешно. Типа я такая, вау. Розовая футболка, охранник, это реально круто. Потому что, ну, могут докопаться. У них и касса, у них и деньги, у них много женщин работает. То есть, ну, охрана, мне кажется, очень обязательна в таких заведениях. Ну да, обычно в салоне красоты охрана всегда находится под стойкой администратора. Там тревожная кнопка. Но здесь у них прям буквально живой охранник. Это классно. Это супер. У меня будет пожелание срезать этот ужас. Для начала полностью вообще спилить его, убрать. Нарестить новое. Девятку. На одно и на второе мы делаем короткое под ноль. По идее, я тоже должна была пойти в салон Дилари, но... Короче, у нас по Дилари по салону. Я сейчас должна была в него, по идее, ехать. Извини за такой ракурс. Я сейчас за него спросить, а у вас есть еще парковочка? Как там? Можно встать где-то? И они такие, а вы куда? Я такая, а я на маникюр. И они такие, так вы должны были приехать в 4. И я такая, ну, у меня запись на 18, а не на 16. Они такие, нет, вы записаны на 16 были. А я такая, ну нет, у меня запись на 17. В итоге понятно, что ничего не понятно. Но через несколько дней я тоже записана к Дилари, поэтому будет обзор и моего там присутствия. Узнайте все дальше. Ну, а я пошла в другой салон, так как с моей записью накосячили. Ну ладно, зато у нас получится сегодня сравнение салона Дилари с другим блогерским салоном, который мы посоветовали. На самом деле, я очень вовремя иду на маникюр, потому что смотрите, что происходит. У меня вот этот ноготь отходит. Здесь, конечно, не видно всей крепоты, но, короче, он у меня прям отваливается. И я вчера думала, что я не переживу. Моготочки. Я приехала к моему салону. Тут есть сауна. В целом все выглядит вот так. Что ж. После моего предыдущего опыта вот с этими вот ногтями у меня уже нет никаких вопросов, ни одних сомнений на тему того, как должно выглядеть правильное помещение, потому что иногда приходишь в архиалюксовое место, и там дичь. Поэтому никаких мнений преждевременно. Когда я приехала в мой салон, ну, я даже не могу сказать, что... Ну, это как бы и салон, и мастер индивидуально работает, и производство. То есть это... Типа серию, у них даже свои собственные лаки есть. У них свои гей-лаки. То есть там реально люди, которые прям покупают, что делают. Ну, пришла, пошла туда, потому что его, опять-таки, очень хорошо советуют блогеры. В том числе блогеры, которые больше не делают маникюр в салоне простинства самки, господи боже. Вот, переходят типа туда. Ну, естественно, я тоже пошла, потому что интересно. Вот, я туда прихожу. Естественно, эта девушка-мастер меня знает. Здрасте. Гиса. Взаимно. Можно на ты, да? Да-да, конечно, на ты можно. Короче, она знала, кто я, поэтому, знаете, скрывает там, типа, серию, что я буду снимать вас из-под тяжка, и я как бы этого не делала. Вот, естественно, я пришла. Она такая, давай будем общаться с тобой на ты. Я такая, хорошо, давайте будем общаться с тобой на ты. И в целом, все было достаточно мило. У нее милое помещение, у нее там прикольное пространство, у нее там реально ее лаки, ее же вот бренды прям, то есть они, оказывается, продают лаки в других салонах, используют. Ну, типа, знаешь, есть бренш и лак, а у них там свой бренд, я не помню, как он называется, но вы его в видео увидите. То есть, ну, в целом, как бы, впечатление такое, что тебе там сделают реально охрененный, какой-то невероятно классный маникюр. Что ж, посмотрим, а пока вернемся к Диларе. До этого Лиана ходила в ужаснейший трэш-салон, где ей сделали абсолютный трэш-маникюр. Я спросила у своего мастера, типа, как он маникюр? Она милашка, она ничего не спросила, даже из серии, вернее, не сказала. Обычно мастера любят, когда ты приходишь с маникюром, плохие маникюры, ну, все, это ужасно. Вот, она ничего такого не сказала, абсолютно молча, очень тактично снимала их. Я говорю, а как вам работа? Она такая, ну, волчит, вообще ничего не говорит. Я говорю, типа, ну, от 1 до 10, на сколько? Она такая, ну, на 3, наверное. На 3? То есть она даже не 0 поставила? Ну да, это достижение. Потому что они очень длинные. Потому что они очень длинные, такая, ну, троечку. Салон очень светлый, красивый. Ну, я уверена, они постарались, чтобы нам для фотографии все было классно. Но меня спрашивают и говорят, типа, ну, расскажи про салон. И я не могу сказать что-то особенного. Теперь обычный салон. Обычный салон. Обычный хороший салон. Обычный хороший салон. Ну, то есть, то есть он явно не в списке топ-твоей любимой салоны. Педикюрная зона, она была отдельная. Ой, это очень хорошо. Классно, что снова вводится тренд на отдельную педикюрную и маникюрную зону, потому что надоело уже рать опилки чужих ногтей. Да. Там такие, как будто бы выстроенные полузеркальные перегородочки. Вот, это прикольно. Салон не супербольшой, то есть там всего 3 маникюрных столика. А, да? Он такой маленький? Да. Но он не выглядит таким маленьким. То есть там еще педикюр, еще шестницы, еще макияжная зона, да. Но для ногтей конкретно 3 места. Вот. А потом я просто умерла, потому что единственный клиент, кроме реально в салоне, была мадам папа, и она присылает мне фото с Диной, и я такая, что, реально? Ну, короче, это очень смешно. Мне не предложили чай, кофе, воду сразу. Я почему-то на это не обратила внимания, потому что я заказала кофе в самом начале, мне было как бы, ну, вообще кофе. Да, конечно. Хорошо, спасибо большое, что мне принесли напиток без трубочки. Да, пока. Вот. Потом, когда через какое-то время мне предложили, я отказалась, потому что я ждала свой кофе. А, в смысле, через досадку заказала кофе? Да, через досадку заказала кофе. Все, я ждала кофе. Вот. Из дурацких инцидентов мне привезли кофе без трубочки, и я такая, как я буду пить кофе? А в салоне чудесным образом указалась трубочка. О, ну это мило. Это просто они меня спасли. Супер, супер. Через какое-то время я захотела чай, мне приносят, и как мы привыкли с вами в красивых, дорогих салонах, вам приносят красивый подносик, с всякими вкусняшками, со всякими... Покорным там, всякими приколдесными, приблудами. Так мы ходили, да. Нет, не сочтите меня голодной тварью, которой не принесли конфетку, но мне принесли буквально просто чашку, и все. Ну, то есть это... Ну, это странно, да. Но, возможно, они реально не успели еще конфетку пить. Схожу, посмотрим. Я вот, я сказала об этом мастеру, я говорю, так странно, обычно в хороших салонах приносят конфеты. Даже в эконом-классе салонах обычно тебе конфеты все равно притащили. И управляющая очень приятная женщина. Она такая, она как мама. Она так подойдет, так что-то аппаратненько спросит, а можно я уже ноготочки сниму? Ой, спасибо. Тут, кстати, будут сторис из салона Дилары, где они прикольно снимали меня в их салоне. Дилары делают маникюр, педикюр, брови, насчет макияжа, не буду врать, ресницы. То есть мне прям предложили... Мне, возможно, не поняли, что я снимаю, возможно, поняли, я не знаю. Но когда я уходила, мне такие, ну, может быть, еще бы вы к нам на реснички, а может быть, на бровки. То есть было приятно, они прям отнеслись ко мне просто как к клиенту, потому что вот управляющая она очень приятная, правда, женщина прям такая мама в самом прекрасном смысле этого слова. Мила. Когда я пришла, мне сразу предложили кофе с трубочкой, кстати говоря. Прикольно. А конфетку тебе принесли? Да, мне принесли, даже несколько конфеток. И даже в кофе мой сироп налили. Ого. Она такая спрашивает, ты будешь кофе с сахаром? Я такая, нет, мне без всего. Она такая, может быть, сиропчик, а у меня вкусный сироп. Я такая, ну вкусный сироп можно. Чтобы кофе еще и с сиропом в салоне такого мне еще не предлагали. У меня тут кофе, даже с трубочкой. Удобно. Очень. Сама Ксифа вообще, она тоже очень приятная оказалась, супер ненавязчивая. То есть, когда я сидела, молчала, занималась своими делами, она молчала. Когда она видела, что я, очевидно, сижу, скучаю, там смотрю по потолок, она такая, типа, пыталась со мной завязать разговор. То есть, как мастер, у меня тоже к ней вопросов нули. Я всегда перепутала вообще всех. Сначала, если я помню, мы не пять часов, могу, скорее, выстраиваемся. А, ну и хорошо, это очень радует. Подумала, что это для других девочек, там совсем другой фронт работает. Что касаемо длины вообще, что хочешь? Вот как здесь. Как здесь. Да. А это короткое. Крупные, единичные, еще постараться можно. Ага. Все, это короче спиливается. Это может залить. Поняла. Тут сейчас откусываться прям будет. Даже откусываться? Ой. Нет, тут залито. Тут нет. Будем. Прям спиливать фрезой? Угу. А она не умрет? Умрет. Вы бы, блин, знали, как мне было очень больно. Мне было безусловно. Больно спиливать. Этот маникюр был мой любимый маникюр. Больно душевно. Во. Жуть. Получится сразу сохранить, или они все будут спилены? Сразу они как бы одноразовы. У меня был самый лучший мастер в салоне. Да. Эта мастер, она вообще изначально из другого города. Она там работала, у нее была своя студия, свое обучение. И когда я заранее, когда я записывалась, сказала, что у меня на одной руке будут длинные ногти, я не знала, какой у меня будет дизайн. Меня записали изначально к самому лучшему мастеру в салоне, потому что она буквально экстремальная длина. Сложно было сюда попасть на работу? Нет, меня пригласили. Это очень приятно. Так, у меня такой, у меня лучший мастер, вас пригласили, вы инструктор, это классно. Моего мастера позвали работать в этот салон, и она отбирала сюда даже мастеров. То есть, как бы, судить по работе этого мастера можно как по лапмусовой бумажке, потому что буквально она, ну, самый лучший мастер этого салона. Как и самый мастер. Из минусов. В салоне было достаточно неловко, и вот Дина тоже выразила эту неловкость. Не хватает музыки или телевизора. Я тоже сразу спросила, но, по идее, у нас будет музыка. Открытие. Да, да, да. Вот. Только-только спрос решается. Мастера мне, очевидно, тоже очень повезло, и она делала все быстро. Я должна была его делать, типа, с 12 до 5 вечера, но я особо делалась в 3. И это еще при условии того факта, что когда я пришла на маникюр, мне очень понравился маникюр моего мастера, и эта работа была гораздо сложнее, чем то, с чем я изначально приходила, зачем я шла, но мы, по какой-то причине, сделали все быстрее, аж на 2 часа, при том, что взяли более сложный, блин, маникюр. Какие вот ногти будем делать? Сначала я шла вообще за одним, теперь хочется делать вот такое. Смотрите, какие прикольные. Пайп называется. В момент снятия перчаток мы хотим одно. Я только хотела сказать, что, наверное, у тебя уже реакции никакой нет, потому что все, наверное, так делают. Идут, к примеру, за черным. А у меня вот сейчас были, я перед отпуском делала, были розовый, неон, покрытый молочком, такой эффект градиента был. У меня все клиенты сделали. Хочу так же, да? Да, шли за белым, за нюдиком. Вау, красиво. Гребочки такие прикольные. Если вы не поняли контекст, то изначально я вообще хотела другие ногти, я хотела делать черно-белые и какой-то странный там градиент а-ля туман, и вот это вот все, но в итоге нет. Это не так просто, как кажется. Все. Успех. Мне реально делали все очень быстро и суперосторожно. Даже, я думаю, если вы посмотрите на все эти палочки, на все эти штучки, то, во-первых, видно, что все суперчисто, а во-вторых, что все супераккуратно и дотошно наклеено в хорошем смысле. А наращивание само уже, типа, готовое. Мы сейчас цвет выкладываем, или это тут двойной, типа? Нет, тут еще пилить тоже будем. Это мы сейчас создаем. А, все. Просто это все вовнутрь закладывается, это как выкладной френч считается. То есть это непросто. У меня сложный манипир, и у меня было полное снятие страз, которые у меня были до этого. У меня было полное перенаращивание, потому что то наращивание не годилось по то, что мы сделали сегодня. И мне сделали, типа, вот да. Что со мной не так? Я что с тобой не так? Я уехала в салон в 3, я должна была уехать из салона Край, Край в 7, потому что в итоге я ни хрена никуда не успела. Я ушла из салона в 9.30. Салон закрылся, ушел персонал. Музыки не было, поэтому нечего было выключать. О, нет. Я осталась одна с мастером, ну, администратор и управляющая. Ну, то есть буквально, что со мной не так? Ну, да, у меня тоже были длинные сложные ногти. Ну, знаешь, да, как бы у тебя тут, ну, да, просто спилили и сделали новое наращивание. Что значит трехфазное? Мы какие-то три этапа будем делать? Получается, это подножка, потом сам материал и закрепляющий топ. Ну, у нас все будет цвет, я так понимаю. Да, ну, да. Да, конечно. У меня еще такое пожелание, чтобы у меня не клевали пальцы. В плане из очевидных, но у меня указатель, он почему-то постоянно, часто его когда наращивает, он часто клюет. Вот. Я сейчас вижу уже, что все хорошо, но так, во всякий случай. Очевидно, что от того маникюра ли они ничего не оставили, сделали полностью новое наращивание, но возник резонный вопрос. Если тебе делают хорошее наращивание, как долго с хорошим качественным наращиванием можно ходить? Именно до момента его полного снятия. Сколько раз мне делать коррекцию, а на какой раз потом уже делают новое наращивание? Можно бесконечно делать коррекцию, на самом деле, если у вас ногти не клюют, если у вас архитектура сохраняется, ну, хотя, можно даже если клюют, в принципе, можно снизу выпиливать. То есть это зависит, это очень индивидуально. Если вы хорошо носите, они у вас, в принципе, не слабываются, можно изнутри выпиливать все лишнее, снизу, сверху докладывать, и все. Интересно, сейчас дошло, что вы делаете подложку, и за счет этого, получается, материал не затекает под мой ноготь, да? Да. Круто. Немножко забегая вперед, буквально вначале, ну, было два человека, а потом я сидела одна в салоне весь вечер. То есть буквально в вечер, когда, ну, все после работы идут в салон, я была полностью одна, и я такая... То есть сижу... Нет, это была смута Папайи. Вначале. Вначале. Салон было две девушки, потом Папайя слева от меня, справа от меня... Это, видимо, тоже, да? Это блогер-обзорчик, у которого мы просто не знаем. Нет, был мне обзорчик 100%. И буквально я сижу, полная тишина, я одна, вокруг куча персонала, и я снимаю, и я чувствую себя просто под миллиардом взглядами людей, но они, очевидно, поняли, что я снимаю. Конечно, поняли. Это невозможно было непонятно. Это нормально, что они пока вверх смотрят, потом они не будут, да, вверх смотреть? Угу, хорошо. Очень приятная женщина. Мне прям реально повезло, она была заинтересована в том, что я ей говорю, когда мы с ней болтали, она абсолютно спокойно описалась с того, что я снимала ТикТоки, пока сидела на маникюре. То есть я не мешала ее работе. То есть, знаете, бывает обычно, ты сидишь на маникюре, тебе палец расслабьте, расслабьте палец, руку не дергайте, ничего не трогайте. Вот, ну, такие какие-то... Неприятные моменты. Да, чувствуешь себя, что ты пришла моделью на бесплатную процедуру, где тебе даже нельзя попить воды или сходить в туалет. Тут такого вообще не было. То есть она была... Ну, прям знала, что такое сервис абсолютно. Вот, это было приятно. Мастеру прям у меня было клево, и мы с ней классно провели это время. У меня был мастер, который вообще там залит ее косяки крыло матом меня. Ладно, как-то покрасила, и окрашивание получилось трехцветным. У меня белая, рыжая-желтая была с разных сторон. Я ей звоню, говорю, вот так получилось. Она начинает... А она уехала, не досушив меня, у нас были такие пряськие. Она начинает крыть меня матом, кричать, что все, что она больше никогда меня не возьмет, что я не буду к нему приходить. Сейчас она приедет, все переделает. Я просто думаю, а в чем я-то как бы виновата, почему меня матом кроет человек. Знаете, бывает таких людей, которые обвиняют тебя во всем. То есть, как бы, даже казалось бы, где вообще не твоя ответственность. Такие красивые, беленькие. Короче, в чем замут у меня лично? У этого мастера очень необычная работа. То есть, она буквально специализируется на очень креативном маникюре, на очень странных формах, но необычных. То есть, не просто там прямоугольный квадратик, да, а прям реально чем-то лютейше, сложным и странным. И когда я пришла на маникюр, хотела с одним уйти, смотрю и думаю, ну блин, ну вот она же делает очень странный маникюр. Такой маникюр в жизни никогда больше себе не сделаю. Надо попробовать сделать прямо что-нибудь вот лютое. Тем более, что я знаю, что Леон там вообще лютейший трэш делала в том салоне. Да. Такая думаю, хорошо, давайте сделаем маникюр в черной, конечно же, оранжевой гамме. Типа, мутите вообще, что хотите, но в этих цветах. И она стала мутить, что, собственно, хочет в этих цветах. Блин, мне кажется, будет супер смотреться. Сидорово-оранжевый, он так-то вообще... Кайфовый. Так, сейчас я на кончике обратно подставлю. Сложность моей работы заключается в том, что, во-первых, очень необычная форма, он сильно арочный. Вот этот вот пайп-маникюр. Так еще и здесь не просто же покрытие, а выпиленный, так сказать, френч. Видите, сейчас у меня ногти как будто разделены на два куска. Таких форм, конечно, у меня еще не было. Очень интересно выглядит. Простите, что выделяется. То есть буквально работе ты доволен на 10 из 10. Да. У меня вообще ноль претензий к этой работе. Круто, это классно. Если бы меня просили какого-нибудь, ну, мастера, который реально может сделать что-то необычное, и под необычным я не подразумеваю какой-нибудь цветочек, там, не знаю, лепесточек, а прям вот, ну, даже саму форму странную, вот буквально, вот небольшой спойлер, мои ногти, они буквально в сентерии метр квадратные. Я закрасила их черным. Если вы не поняли, зачем я это сделала, я сделала это, чтобы Лиана не словила спойлер, когда меня увидела, потому что ногти очень яркие. У меня он прям паяточек был. Хорошо. Такая форма даже очень интересная. Чувствую, реально, сегодня буду целый день просто рассматривать. Прикол. Скажи. Это ты сама придумала, да? Нет. Нет? То есть существующая технология? Да, это существующая форма, называется пайп. Ага. От понятия пайп труба. Кстати, когда досмотрите, напишите, чей маникюр вам понравился больше и по дизайну, и по форме, по исполнению и скажите, что вы думаете на цену, которую нам озвучили. Капец, выглядит круто. Такой вот у меня первый раз, и с такой формой я никогда не сталкивалась до этого. Кстати, заранее забегу, если вам интересно, насколько удобна такая форма, мне не суперудобно, но оно и очевидно, мне в принципе никогда неудобно. Вообще, они так горят, прикольно. Да. Ладно, я подожду, пока не буду смотреть. Да ты не смотри. А, я, конечно, сделала обзор туалета, как обычно, за что очень зацепилась. вот дельца салона. Зацепилась? Ну, который... А, я никюр-то, да, я никюр-то зацепилась, ой, у меня там сгорело заднее, все из-за того, что мы сказали, что туалет не супер, ой-ой-ой, бедная-бедная женщина. Здесь туалет был шикарный. Ой, подождите. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Слушайте, какой брат себе туалет, девочки. Туалета ставили 5 из 5, 10 из 10. А, хотя пока ничего не понимаю, но вроде все хорошо. Вроде. Да? Тут даже какие-то провода. Нормальный человек не стал потрогать, но я подолгаю. Все хорошо, я не убила. Я не убита. Прикольно, мне нравится какая стена. То есть ты такой типа писаешь, или не только. Я пришла, да? И смотришь на себя, такая, в разных кубиках. Из прикольного в салоне, реально до хрена всяких материалов интересных. Вот эти, мне кажется, этот будет лучше, да? Очень красиво. Золотой. К сожалению, я не попала в этот день в салон Дилары, но вот я реально сейчас смотрю ее подсъемы, что она там наснимала. Если честно, мне нравится. Я обязательно тоже пойду в салон красоты Дилары, если честно, я туда уже сходила, поэтому скоро выложу видос. Будет очень здорово, если вы поставите лайк и напишите, как вам ее салон, понравился или нет. Потому что, в принципе, у меня там произошла одна тоже интересная ситуация, помимо того, что у нас была проблема с записью. Ну, то, что проблема, все это решилось. Так что ждите, в общем, видос. Пока напишите, что вы думаете, понравилось бы вам или нет и как вы думаете, в какую сумму посчитали Лиане этот маникюр. Господи, это такая идеальная линия. Ну, еще чуть-чуть белыми акцентами просто их можно сделать, чтобы они более видны были. А вот тот самый момент, когда с Лианой все еще занимаются, но уже администраторы, другие мастера начинают расходиться. Конечно, очень неловкая ситуация. А еще, если вы спросите, почему в этом видео мы не замазываем лица, потому что мы спрашивали у мастеров, что Лиана, что я при своем походе, что другие блогерки, и, ну, они говорят, типа нам пофиг, можете не закрывать. Но если вы хотите, чтобы закрыли, мы закроем. Напишите, если что мне. Ну, это выглядит как шедевр, конечно, который не жаль потратить столько времени. Ну, собственно, вот и маникюр, который у меня получился. Ну, выглядит достаточно прикольно. Я, честно, такую форму никогда не пробовала, поэтому я не могу как-то сейчас дать никаких комментариев, потому что я буквально впервые с такими ногтями, мне все непонятно, они мне все цепляют, но вы же знаете, мой истерикос на тему длинных ногтей, но по качеству работы, я думаю, это всем очевидно, что вопрос в ноль. Ну, мои ногти. Я реально в шоке, что у нас абсолютно заметчилось, у нас с тобой обеих арочное наращивание первый раз в жизни, просто буквально. Насколько тебе вообще удобно с арочным наращиванием именно? Мне некомфортна длина. Здесь длина длиннее, чем у меня было до этого. Я еще не привыкла, потому что я буквально только сделала ногти. Мне некомфортно даже не из-за формы, а потому что длина. Но вот когда ты пойдешь в салон в Диларе, ты можешь заранее сказать, чтобы тебе делали не наарочные, а плоские. Да, я, наверное, спрошу плоские и обратно верну просто острую форму вот такую вот. Да. Но к ней я пойду тоже в салон и скажу, рисуйте, что умеете. Потому что мне теперь реально посмотреть интересно на скиллы мастера. Ну вот, мой мастер буквально. Очень хорошо. Единственное, что, вот когда я делаю ногти вот так, когда я делаю только в салоне, у меня мизинчик вот так вот заходит. Вот. То есть вот, вот так буквально. Да, я вижу, странно. У меня какого нет. как будто бы летит в сторону. Обычно такого не бывает, но я вообще готова это нормально закрыть на это глаза. То есть вот. Мизинчик в сторону летит. Так обычно не бывает. Согласна, да. Но, очень красивый дизайн. Но это пофиг, да. То есть мы, человек полчаса сидел со мной после закрытия салона, ни разу не высказал свои недовольства, свои переживания на тему того, что она задерживается. То есть вообще все было супер. К вопросу о цене. Ой, да давай, я видела столько комментариев. То есть я когда, я выложила тикток, что вот типа я снимаю сейчас в салоне ногти, и мне люди пишут ко мне. Так, продолжай. И мне люди пишут в комментариях, капец-то, наверное, надо почку продать, чтобы типа туда сходить. И я такой думаю, ну все. Типа мне сейчас скажут тысяч двадцать, потому что комментарии были, ну буквально все про это, что ну очень дорого в салоне. Я заранее прайс не посмотрела. Лиана просто пишет мне сообщение, такая, походу у меня будет очень дорогой маникюр. И я такая, господи, неужели я сейчас двадцать тысяч, тридцать тысяч зарядить? Я такая уже просто в ужасе, думаю, охренеть. Но скорее всего, да, зарядь пипец дорого. Да. Ну потому что буквально Моргенштерн не ассоциируется с чем-то дешевым. Давайте будем честны. И я подхожу на кассу, спрашиваю, сколько их стоит, и мне говорят восемь, сто пятьдесят. Сколько это получилось? Восемьдесят пятьдесят. У нас снятие, из-за того, как на кассе, сложный ручной изолок, с пяти, салонное моделирование одной руки, и монетушный покрытили герлак одной. Да, супер. Услуга поделена по полу. И я такая... А, чё, да. Что? Буквально, когда, ну, в Nails Sunny нам сказали пятнадцать изначально. Собцент дерьма, да. Да. Но я думаю, надо делать скидку на то, что у меня все-таки длинные ногти на одной руке, а на другой руке ну буквально однотонное покрытие. Ну, здесь матовый, матовый синий, кстати, с матовым тоже все не всегда хорошо справляются. То есть здесь нет никаких ни проплешин, ни пробелок, ничего, ну, все объективно хорошо. Просто все красиво, да. Да, все красиво. Вот. И мне сказали 8150, цена офигенная. И я такая, вау, супер, цена, спасибо большое. Ну, то есть это было приятное удивление, когда ты ожидаешь, что я скажу 20 тысяч, и там еще и на чай оставьте миллион. 8 тысяч. У тебя? Да. Но маникюр с учетом снятия всех страз вышел 8 тысяч рублей. Ну, слушай, почти одинаково. Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое, да. У меня, возможно, даже немножко дешевле, потому что, опять-таки, когда снимают стразы, там 100% порция фреза. Вот. Нет, у тебя дешевле, да? Потому что тебя снимали стразы. Вот я про это, да. Если, типа, если бы мне не было бы снятия страз, то, я думаю, у меня маникюр тысяч 7-6 бы вышел. А у меня были вот такие длиннющие ногти, поэтому за это, возможно, типа, тоже была какая-то плата. В целом мы с тобой, да, пришли с довольно сложными ногтями обе. Ну что ж, вот так вот получилось. Завтра я уже иду в Салон Дилары. Посмотрим, как они, во-первых, вот с этим справятся, как это снимут, и что в целом я сходила вот на днях. Ты идешь вот скоро. Мне интересно, что у них поменялось тебя расспросить. Прикольно. Я рада, что мы... Ну, так получилось не специально. Мы планировали в один выпуск это сделать и пойти вместе. Но так вышло. Ну да, ситуация случилась, а с видео тянуть не хочется. Не хочется. Что ж, все, всех спасибо за просмотр и всем пока. Пока-пока-пока. Сколько стоил маникюр у тебя? У меня с учетом всей сложности моей работы было 13 тысяч, и я пошла в бюджетный салон. А можно у нас спросить? Да. Для чего вы снимаете? У меня присоедини другому мастеру, и все. Первый раз хорошо. Я такая, ну я хочу девятку. А она такая, ну давайте сделаем семерку. Я такая, ну я хочу девятку. Чтобы было все дровно, мы с тобой будем наращивать.